МДМ-системы. Популярная и модная тема 30 лет назад и сегодня воспряла духом. Мы замечаем большое количество запросов на внедрение МДМ-систем, и в видео ранее я сказал, что МДМ – это устаревшая концепция. Однако мы обсуждали с командой внутри содержание ролика, и некоторые наши неинженеры, технические специалисты задали мне простой вопрос. А как же так получается, что МДМ – устаревшая концепция, а мы внедряем PIM-кор достаточно много? Ведь PIM-кор – это МДМ? Да. Но. Давайте все эти «но» рассмотрим. Здравствуйте, я Андрей Путин, и сегодня мы поговорим про то, зачем все-таки нужны МДМ-системы, и для чего они нужны, как они используются и как уложить их в правильные паттерны, правильные архитектурные схемы современных IT-систем. Итак, МДМ-системы. Очень простая, очень короткая мысль. На сегодняшний момент информации так много, что создание одной единой информационной системы, которая контролирует качество данных всех блоков, невозможно. Если вы таким занимаетесь, то, скорее всего, вы этим занимаетесь от безнадеги, потому что у вас рядом стоит огромный какой-то софт, который вы никак не можете изменять, а данные вам нужно все-таки получать какие-то правильные, поэтому вы делаете рядом МДМ-систему, которая, может быть, от некоторого количества такого софта получает данные, и в конечном итоге другие системы получают их в правильном состоянии. Эта концепция неправильная. Вот это всего лишь попытка отложить проблему. Если у вас нет какой-то информации, которая хранится где-либо, ну, например, у вас, может быть, есть ERP-система, у вас, может быть, есть CRM-система, у вас, может быть, много систем, но вы замечаете, что информация о магазинах, о точках продаж на вашем сайте, она разная. Где-то есть фотография, где-то нет фотографии, где-то фотография такая, где-то сякая, где-то описание плохое, где-то правильно указанные точки метро, где-то неправильно, где-то правильно указанные автобусные станции и так далее. Это все признак того, что вам нужно управлять этой информацией. МДМ-система современная – это не просто хранилище данных, которое повышает качество данных. Что такое повышение качества данных? Это еще и бизнес-процесс. Если у вас такое большое количество данных, и вы не знаете, где именно они у вас хранятся, в парадигме сервис-ориентированной архитектуры вы можете это выделить в некий сервис, который будет заниматься такого рода данными – сервис управления разнородными данными. Эта концепция абсолютно права, и эта концепция абсолютно жива. Другое дело, что в данном случае МДМ выступает как самостоятельной единицей, которая управляет данными. Да, эти данные могут откуда-то загружаться, то есть они могут поступать из каких-то систем, в каком-нибудь виде, и дальше они могут как-то реорганизовываться. Но мастер-данные хранятся, мы по ним признаем, что только тут, и все остальные источники получают слабо связанные, а именно через шину, эти данные, этот поток. Почему сейчас вторая волна МДМ? Очень просто. Слишком много информации обо всем. О продуктах, о точках продаж, о наших клиентах, о сотрудниках. Обо всем. Очень много информации. И такую информацию мы, конечно же, должны где-то хранить. Такую информацию мы, конечно же, должны где-то обрабатывать и делать ее качественной. В целом, почему бы и нет, это может быть и МДМ-система. И более того, МДМ-система в ряде случаев гораздо более полезна. Собственно, для этого, для решения такой задачи, ПИМ, извините, оговорился, оговорка по Фрейду, МДМ более оправдана. Почему я оговорился? Потому что на сегодняшний момент все системы, и ПИМ, и СРМ, и ВМС, и там любые другие, они сами по себе являются некоторым прототипом МДМ-системы. Они являются МДМ-системами. Информация становится слишком гибридной. Инфомоделей становится слишком много. Информация между системами становится слишком разнообразной. И именно это заставляет современное предприятие внедрять МДМ-системы. В том случае, если МДМ лучше всего подходит. Иногда могут подходить для этого и СРМ-системы, и ПИМ-системы. Мир становится слишком гибридным. Поэтому эта гибридность естественным образом перетекает и в информационные системы. Продолжение следует...